Добраться до местной достопримечательности непросто. Копия железного трона из популярного сериала «Игра престолов» сейчас стоит на передовой, неподалеку от Авдеевки, в нескольких сотнях метров от боевиков, среди разрушенных зданий и уничтоженной техники. Отсюда до Донецкого аэропорта не более пяти минут езды. Все, что вы видите, разломано, разгромлено, сожжено. Это все результат боевых действий, которые тут проходили. Вы сами можете взглянуть, туда же просто объяснять ничего не нужно. Была и артиллерия, и пули летали, и люди гибли. Это место для необычного арт-объекта выбрали не случайно. Трон сделали из осколков снарядов, которые разорвались именно здесь. Взрывы тут не утихают даже сейчас. За время конфликта на Донбассе под Авдеевку прилетели тонны боеприпасов с той стороны линии фронта. Авторы признаются, что проблемы с сооружением и транспортировкой железного трона сюда, на передовую, возникали постоянно. Единственное, чего было в достатке, это стройматериал. Он здесь, в буквальном смысле, валяется под ногами. Работа над троном заняла у автора идеи волонтера из Запорожья Дениса Буштица и его друзей три недели. Мастерили далеко отсюда, в Запорожье, в обычном гараже, из обломков мин, гильз и частей танковой брони. Это осколками все посечено. Вот кусок. Вот, вот. Ну, вот эти вот сбутовки кусок. РПГ, СПГ. Денис признается, игру престолов не видел, но читал книги Джорджа Мартина, автора цикла романов, которые легли в основу сюжета всемирно известного сериала. Волонтер решил использовать ключевой символ произведения – железный трон, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит на передовой. И надеется, его престол станет таким же популярным, как и оригинал. Свой трон снимают в ролике, в котором бойцы обращаются к зрителям. Своеобразные напоминания о войне из первых уст, объясняет волонтер. Ты ходишь в кафе, покупаешь в магазинах себе вещи, куришь трубку, только до тех пор, пока между тобой и, ну, скажем так, противником стоит твоя армия. Какая бы она ни была, хорошая, плохая, обеспеченная, необеспеченная, но это твоя армия. Обращения военные пытаются записывать в перерывах между боями, как всегда, в ходе творческого процесса возникают споры. Не страшно сгинуты в петьми, как еще не полная спина. Не, погибайте, собираюсь. Круче нас только горы, выше нас только звезды. Текст согласован, теперь инструктаж по работе перед камерой. Садишься, одна нога ровно, вторая вот здесь вот стоит. То есть, не надо вот так вот. Да нет, куда, мы же не королевичи. Мы ничего еще не сделаем. То есть, мы идем вперед. Короткая репетиция и можно снимать. Хай знаю, друзья и враги, стихиями не припиню я грати. Вогнем растоплю я снеги, водою вытечу крысь грати. Серце – додаток до души, а смерть не привит, чтоб багатись. Якщо зимною, то мерщи. Життя короткое, чтоб боятись. Когда ролик будет готов, делится планами Денис, хочет продать свое творение весом в 600 килограммов. А на вырученные деньги закупить экипировку для подразделения, которое сейчас защищает эти позиции. Еще волонтер собирается создать второй трон из оружия, как это было и в книге Джорджа Мартина. Но на этот раз место для престола придумал другое. Сделать нормальное сидение, более-менее, потому что на железном троне сидеть должно быть неудобно. То есть, я не знаю, поставить его, ну, хотелось бы где-нибудь на входе в администрацию президента, чтоб каждый заходящий понимал, что Украина всегда платит свои долги.